Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Это четверг, 14 февраля, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, 11 главу, с 27 по 33 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Священного Писания, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Пришел Иисус в Иерусалим. Когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили Ему, «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, отвечайте Мне. Тогда Я скажу вам, какой властью я это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте Мне». Они рассуждали между собой. Если скажем с небес, то Он скажет, почему же вы не поверили Ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «Я не скажу вам, какой властью я это делаю». Вот такие евангельские строки мы с вами слышим в сегодняшний день. И вновь Церковь дает нам возможность стать участниками, святителями той беседы Господа в Иерусалимском храме, окруженном огромным количеством народа. Идут последние дни земной жизни Спасителя нашего. Он пришел в этот важнейший город, чтобы там, в этом сосредоточии жизни, что духовной, что политического, иудейского народа, народа Бога избранного, в этом месте принести себя в жертву, в жертву за всех нас, за всех людей. Быть преданным, отверженным народом, людьми, священниками, книжниками, преданным в руки язычников, птицбиту, убиту, чтобы там своим воскресеньем уже начать восстанавливать всю человеческую природу. Что же произошло еще? Господь, войдя в Иерусалим, входит в храм, и находит, что храм занят торговцами, продающими, покупающими. Толпы людей заняты не молитвой, не богообщением, не имеют духа покаяния, заняты какими-то внешними, пусть и относящимися к обряду делами, но на самом деле, по сути своей, не касающимися души, не касающимися духовного состояния человека. То есть храм из себя представляет рынок, огромный магазин, где шум, гам, споры, крики, недовольство, обман. Как у нас у людей это вот бывает. И самое то, что оно грустное, все это происходило с разрешения, даже с благословения людей, обязанных следить за порядком, следить за благоговением, за состоянием страха Божия в людях, перед священниками, те же особо знатные фарисеи, да и вообще правители народа иудейского. Надо понимать, что вообще история иудейского народа, она очень-очень религиозна. И вот в то время, когда спаситель был на земле, не было людей неверующих, не было людей, не размышляющих, не рассуждающих о грядущем мессии и так далее. То есть, соответственно, всякий человек, что священник, что не священник, был одинаково настроен. По крайней мере, вот так должно было быть. Но мы видим, что много говорилось о духовном, но на самом деле в делах не выполнялось практически ничего. И вот что мы видим. Ко Христу в храме подходят пересвященники, книжники и старейшины, как раз вот эти важнейшие люди. Вот ходят с вопросом, почему ты здесь так поступаешь? Почему здесь ты ведешь себя как хозяин? Кто тебе разрешил? Кто дал тебе власть? Мы здесь хозяева, мы здесь главные. Почему ты здесь ведешь себя так? Смущаешь людей буквально этим самым. Что в словах этих людей мы с вами можем увидеть? Ну, недовольство-то это как минимум. Да, недовольство чем? А тем, что он здесь, вот среди вот этих толп народа, забирает от них власть. Он являет из себя образ действительно человека, пусть даже человека, ревнующего о славе Божьей, как Господь говорил, что дом и домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Это для людей действительно было ясно в тот момент и понятно. У каждой же совести все равно есть. Помните, как Господь однажды привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Что, мол, давай, вынеси суд, надо побить ее ко мне и по закону. Он сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Пусть и сами судьями. Мы видим, что даже пылающие гневом люди, пылающие гневом эту женщину, они образумились, они посмотрели и увидели, что мы-то чем лучше на самом деле. Совесть им подсказала, что судьями быть не могут и ушли. Точно так же и здесь Господь сгоняет торговцев из храма, никто не сопротивляется ему. Стало для людей это очевидно. А вот для вот этих пришедших ко Христу уже очевидного нет. Сердце наполнено злом, завистью, негодованием, ненавистью к этому человеку, которым не столько наслышаны, столько чудес, столько доказательств у Божества было явлено им. И здесь они отказываются от этого. Отсюда их вопрос, кто ты такой? Вы знаете, кто он такой. И вы не согласиться с этим не можете. Но для вас сейчас гораздо важнее ваше собственное состояние, положение в обществе. Вы готовы действительно здесь пойти против Бога и убить его, лишь бы ваше человеческое никто не задел. Вот состояние человека, выброшего для себя, вот это, что земное важнее небесного, мы человеческое важнее божественного. Моя воля главнее, чем воля Божия. Вот до чего это доходит. Человек начинает вот так вот лукаво, как вор, выступать против истины. И Господь тогда им в ответ, в общем-то, ответа не дал. Не потому, что не мог им сказать, кто он есть, какую власть он это делает. Да все его потому, что какие еще здесь могут быть, какая еще власть. Он просто здесь их ставит перед выбором, что ладно, вот для вас определить для себя. Если вы действительно желаете все-таки быть в правде, то ответь на мой вопрос. И если не пожелаете отвечать, тогда к чему вообще тогда какие-то ответы? Ну вопрос, да, такой, что, то есть вот скажите, крещение Иоанна во с небес было человеком? Отвечайте мне. В чем суть вопроса? Иоанн, креститель, то, что делал, это было дело Божие или это была его человеческая выдумка? И то, что многие-многие ходили к нему на Иордан креститься, и фарисеи ходили, книжники, креститься, предыдущие грехи свои, все они ошиблись или действительно здесь было выполнение воли Божией, через него явленной? Ведь в комиссии послались к нему те же пересвященники, фарисеи, спрашивали, кто ты такой, не Христос ли ты? И даже ведь не в этом суть вопроса, что ведь надо помнить, Иоанн ведь свидетельствовал о Христе, он говорил, указывая на него, что вот он, он агнец, берущий на себя грехи мира, он, его слушайте, за ним надо идти, у него я не достоин развязать ремень, обуви. Все это было ясно. Соответственно, дальше, какую можно здесь уже провести мысль? Если Иоанн действительно пророк, значит, все, что он говорил, это и есть откровение Божие, потому как в этом суть пророческого служения. Человек-пророк, он уже не говорит от себя, он говорит лишь только то, что дает ему Дух, Дух Божий. Если не пророк, если самозванец, то, конечно, тогда словам его верить не нужно. То есть в этом суть вопроса. То есть здесь видим, пересвященники, книжники, они встают уже даже не против Христа, не против одного взятого человека. Здесь Господь их этим вопросом поставил против всего общества иудейского, против всего народа, потому что Иоанн был всеми, почитаем, сомнений не было ни у кого. Даже царь Ирод, по приказу которого убили, и он знал, кто такой Иоанн. Иоанн обращался к нему с уважением. Если бы не вот это вот пьяное застолье, и его жена, пылающая гневом Иродиада, так и не решился бы он пойти на это зло, как убить Иоанна Притечу. То есть все это понимали. Вот Господь здесь пересвященников ставит перед людьми. То есть давайте, вот вы сейчас всем людям скажите, кем Иоанн был. Если он пророк, то тогда что ж? Тогда признайте очевидное, что я Мессия, я Христос. Или тогда что ж? Будьте мужественны, скажите всем людям, что люди вы ошибались, и мы вас послали к лжецу, туда на Иордан, креститься. Что же с вами будет тогда? Ну дальше что видим? Рассуждать между собой уже не скажем с небес, скажем, почему не поверили ему, сказать от человека, боились народа, потому что все полагали, что он точно был пророк. Все очень просто. И вот эта малодушие, вот этот страх за свою жизнь, за свое положение, здесь оно заставляет буквально этих людей, ну что ж, лукавить дальше. Они вынуждены со стыдом признаться в том, что ничего не понимают в вопросах, связанных с Богом, с волей Божией. Еще с чем-то, говорят, что мы не знаем. Пересвященники не знают, книжники не знают. То есть все, знание утрачено. Ну вот тогда какой вам был ответ сказан? Я не скажу вам, какую властью-то делаю. То есть раз вы так лукаво настроены, раз вы лжете и себе лжете, и людям лжете, ну тогда какая вам истина, какой вам ответ? Такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Марка, главу 11, то есть 27 по 33 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!